привет друзья меня зовут элегерт я иллюстратор и в этом видео я расскажу вам и покажу как я рисовал иллюстрацию с пираньями вот такая иллюстрация у меня получилось в итоге рисовал эту иллюстрацию около семи с чем-то часов рисовал с помощью графического планшета и программы photoshop начало разумеется с того что согласовал несколько вариантов скетча то есть эскиза как может выглядеть этикетка с заказчиком мы выбрали вот такую концепцию я начал уже отрисовывать ее более детально как видите сразу же расположил в файле референсы да с пираньями чтобы можно было подсматривать какие-то элементы а как у них расположены какие-то определенные плавники да или глаза или зубы среди пирань по задумке будет расположен кумкват и плоды манго поэтому я расположил референсы также этих фруктов чтобы можно было срисовать их и у посмотреть как они выглядят когда я отрисовал полностью скетч проработал и детали я разумеется еще раз согласовал его со заказчиком чтобы у него не оставалось сомнений как будет выглядеть финальная иллюстрация чтобы не перерисовывать ее в дальнейшем следующим этапом я начал нарисовать основу то есть в отдельном слое начал каждый объект допустим каждую пирань или каждый фрукт делать в отдельном слое одним цветом такой основы до куда я потом буду наносить дополнительные цвета или рисовать объем каждый объект я стараюсь рисовать в отдельном слое даже скетч на даже эскиз чтобы можно было легко трансформировать или изменять расположение каких-то объектов что упрощает работу делает ее быстрее нежели обрисовал все в одном слое это иллюстрация из серии иллюстрации на заказ для оформления этикеток пиво нидерландская пивоварня будет еще несколько иллюстрации подобного типа я еще не закончил проект целиком поэтому следите за новыми видео и так дальше когда я закончу рисовать основу я делаю маску слоя и уже в этой маске с помощью своих текстурных кистей скачать вы их можете по ссылке в описании этого видео либо эти кисти вы можете сделать сами опять-таки посмотрев видео на моем канале и вот уже с помощью этих текстурных кистей я начинаю рисовать объем у каждого объекта в моей иллюстрации у пираний и у фруктов эта кисть состоит из нескольких таких точечек до которые племена настроены и такую же кисть я использую в ластике то есть как бы я начинаю рисовать этой кистью и где у меня слишком большое количество этих точек там где слишком много рисовал этой кистью я этой же кистью начинаю немного стирать эта техника позволяет делать плавные переходы затемненных участков в освещенные и создает такую текстуру да и крафтовость когда я проработал объем моих персонажей то есть у пираний и у фруктов я начал добавлять освещенные участки для этого я создаю новый слой в окошке слоев я подвожу курсор между новым слоем и слоем который лежит ниже зажимая кнопку alt и появляется стрелочка если нажму получается один верхний лежащий слой как бы вложится в ниже лежащий и то что я буду рисовать в этом слое не будет вылезать за пределы нижнего слоя это очень-очень удобно подробнее об этой технике в принципе о слоях фотошопе я рассказываю видео на моем канале который вы тоже можете посмотреть надеюсь она вам поможет больше разобраться в этой теме если вам нравится это видео не забудьте поставить лайк и подписаться на канал если вы еще не подписаны а а также можете поставить колокольчик чтобы не пропустить другие интересные видео я делаю такие освещенные участки по всей поверхности тела пираньи у каждой пираньи разумеется и делаю еще один слой с более резкими бликами и далее я делаю еще один слой также использую клиппинг маск и делаю как бы такую подсветку снизу используя такой ярко-голубой бирюзовый цвет я очень люблю использовать такие подсветки до объектов используя такие контрастные цвета это очень сильно оживляет всю иллюстрацию как подсвечивает и делает ее более объемно интересны поскольку мои пираньи нарисованы в такой текстурной манере и такие полностью источник да то я и на фоне хочу чтобы у меня все было из таких точек чтобы иллюстрация как была одним целым да и вот эти вот объектами пираньи и фрукты были более интегрированы и органично расположены в этой иллюстрации поэтому я использую такие же кисти и все зарисовываю все пространство за пираньями и фруктами и стираю ненужные места ластиком да за пираньями и фруктами чтобы сделать пираньи чуть больше похожи на настоящие я решил добавить им такие пятна которые расположены у них на спине эти пятна я тоже делаю в отдельном слое используя клиппинг маск и уже использую эффект наложения слоя color burn или multiply чтобы получить такой более насыщенный темный оттенок используя основной цвет объекта предмет то есть пираньи и далее по такому же принципу я начинаю раскрашивать фрукты то есть кумкват и манго естественно использую референсы без референсов я бы наверное рисовал их не так похожи на оригиналы поэтому всегда-всегда подготавливайтесь и собирайте какие-то референс которые помогут вам в работе что ж друзья вот такая у меня получилась иллюстрация в итоге мы немножко изменили с заказчиком цвет пираньи сделали более приближенны к оригинальным то есть такими серовато-серебристыми надеюсь вам было полезно это видео и вы могли что-то взять для себя для своей работы если у вас остались какие-то вопросы то не стесняйтесь пишите и задавайте в комментариях под этим видео я с удовольствием отвечу на каждый ваш вопрос не забудьте поставить лайк и увидим в следующем видео пока а